Уважаемые коллеги, одну минуточку ждем и начинаем. Сегодня мы будем проводить вебинар, называется он у нас «Как выбрать поставщика IT-решения в плоскости продуктов ERP-системы и CPM-системы». ERP у нас на слуху, то есть системы по управлению предприятием, ресурсное планирование, в принципе, охватывает все подсистемы жизненного цикла. CPM – достаточно новый термин, это System Performance Management, система управления бизнес-результативностью. Это наш программный продукт УХА, управление холдингом. И мы как раз, в принципе, поговорим о том, как выбрать поставщика, партнера нашего в диалоге при внедрении программного продукта управления холдингом, на какие моменты обращать внимание. Будет построена работа на вебинаре, какие вопросы мы сегодня рассмотрим. То есть, в принципе, от чего зависит успешность или неуспешность внедрения как ERP-систем, вот, в принципе, похожая технология, так и CPM-систем. То есть, вот, какие шаги именно, в принципе, стоит проделать компании при проведении тендера. Вот, в принципе, когда подбирается поставщик, все ясно понимают, что делать. По факту масса вопросов, масса подводных камней, вот, в принципе, попытаемся проанализировать, что происходит, да, и при выборе нашего вендора, потенциального, да, там, партнера в проекте, на что стоит обращать внимание. Третьим шагом мы поговорим о демо-сценарии, да, управлении холдингом, да, то есть, вот, внедряется полноценная большая CPM-система, то есть, как нам понять, что и консультантский корпус готов, да, и компания сама готова к внедрению, в принципе. Вот, это проговорим на третьем шаге. Основные риски, то есть, вот, те подводные компании, да, говорится, что учиться нужно на чужих ошибках, вот, как бы, в принципе, разберем те неуспешные кейсы и почему они возникают. Вот, посмотрим требования к IT-инфраструктуре, потому что, в принципе, достаточно важный такой момент, да, должен обсуждаться на этапе предпроектного обследования, то есть, как бы, готовность действующей IT-инфраструктуры, что происходит, то есть, как бы, как подготовиться, как это на уху влияет на управление холдингом, вот, с чем это связано. Вот, на седьмом шаге поговорим о дорожной карте, в принципе, о плане графики проекта, да, вот, в принципе, по такому сквозному пути пойдем, да. Поговорим, какие сложности возникают на стороне команды, которая будет внедрять, да, в принципе, там, поделимся практическими кейсами и со стороны компании, да, то есть, которая будет внедрять у себя, так скажем, потенциального заказчика, то есть, вот, чтобы максимально подготовиться как к тендеру, так и к диалогу. Начинаем. Значит, что, почему проекты по внедрению ERP-систем и CPM-систем, да, то есть, какие сложности, какие негативные моменты возникают. Ну, первое, это, так скажем, низкая проработка функциональных требований, да, вот, что происходит, какая механика процесса. Допустим, ваша компания решила провести тендер на выбор поставщика, который будет внедрять уху, да, то есть, как бы, предметно-прикладной кейс, да, и у нас, соответственно, как у вендора программного продукта звенит звоночек, и мы, в принципе, говорим о том, получаем вот такой вот запрос, да, на провести демо-показ, показать продукт, то есть, как бы, смотрите, что на этом этапе возникает, да, то есть, что возникает. Что такое низкая проработка функциональных требований? Уха достаточно большая система, да, то есть, как бы, управление холдингом состоит из централизованного НСИ, да, там, централизованных закупок, централизованного казначейства, учета по международным стандартам, да, то есть, там, в принципе, и это флагманский программный продукт, да, который позволяет, в принципе, выполнять автоматизацию всего процесса бюджетирования, всего процесса сбора международной отчетности, то есть, как бы, настройка на конструкторе. Вот, вот что такое первый наш пункт, да, там, низкое качество проработки функциональных требований, как его сделать высоким, когда программный продукт внедряется и в компанию, там, мои коллеги, в принципе, приходят и спрашивают, зачем вам новая система, да, какие цели, какие задачи она будет закрывать, да, то есть, как бы, вот это как раз есть и функциональные требования. Что происходит на стороне компании вендора, когда мы не понимаем, о чем речь, да, там, о чем диалог и как его строить, то есть, вот, банально, да, что рассказывать, да, то есть, как бы, про НСИ рассказывать, да, то есть, там, про международный учет рассказывать, там, либо про бюджетирование. Вот это как раз из этой же плоскости, да, то есть, вот, в принципе. Поэтому уже на этапе, там, когда компания-заказчик понимает, что внедрение программного продукта будет проводиться, да, и будем мы, в принципе, выбирать себе, вот, кого-то из внедряющих компаний, нужно понимать, что именно мы будем внедрять, да, то есть, как бы, мы будем внедрять бюджетирование, мы будем внедрять МСФО, там, мы будем внедрять централизованное казначейство. Вот, в принципе, на этом этапе это как раз идет проработка функциональных требований, да. Вот. Неплохо бы, в принципе, если мы понимаем, это называется проектный скол, да, что предметно разговаривать с нашим внедрением, да, если, допустим, внедряется программный продукт, вот, внедряется бюджетирование, то есть, вносим плановые показатели, вносим фактические показатели, забираем. Если показатели забираем из каких источников, да, вот, в принципе, на этом этапе четко предметно понимать, с чем мы работаем, с каким мы сколком работаем, да, коллеги, вот, вот это, в принципе, первый такой момент, да, когда люди говорят на совершенно разных языках, они не понимают, что будут внедряться, другие не понимают, какого типа специалисты нужны, да, на этом этапе, вот, вот это вот смотрим. Дальше недостаток опыта и квалификации проектной команды. Ну, смотрите, когда к вам в проект назначается проектная команда, тут нужно понимать, что, в принципе, все консультанты, да, там, все разработчики, это как врачи, они делятся по направлениям, вот, кто-то отвечает там за бухгалтерский учет, кто-то отвечает там за подсистему бюджетирования, кто-то там за учет по международным стандартам, вот, круто ребята знают этот функционал, да, вот, поэтому тут, в принципе, оно исходит из вот этого нашего первого пункта, так скажем, да, вот. Вот, значит, третий пункт у нас по правовлеченности, значит, в принципе, хорошо, когда на данном этапе, да, перед внедрением есть некое прототипирование процесса, то есть, ну, ни один программный продукт с нуля не внедряется, да, то есть, в принципе, коллеги, там, вот, мои коллеги-внедренцы, да, они будут смотреть, на каком уровне сейчас учет в компании, на каком состоянии учет и отчетность, в принципе, то есть, там, в каких программных продуктах это ведется, потому что с линейки на линейку, в принципе, там перепрыгнуть очень тяжело достаточно, да, а если у нас, допустим, с вами идет семерка, и мы переходим, там, на управление холдингом, то это нужно понимать дополнительные риски при внедрении. Вот, в принципе, да, то есть, как бы, когда мы говорим о вовлеченности, это, с одной, это всегда двухсторонний, в принципе, такой момент, да, то есть, компания, которая внедряет у себя, она показывает максимально практический опыт того, как это сейчас построено, да, то есть, потому что конфигурационное наложение, оно будет, в принципе, на действующие процессы, да, а компания-вендор, которая будет внедрять, она должна максимально показать программный продукт, и, в принципе, у Ху мы сегодня постараемся посмотреть, да, ее обзоры возможностей, да, то есть, там, в принципе, вот, вот, чтобы понимать, что же от программного продукта ожидать. Вот, когда ожидания с действительностью встречаются, то, в принципе, хорошая коммуникация получается, то есть, со стороны заказчика, что внедрять, а со стороны исполнителя, как внедрять и какие подсистемы. Значит, выход на запуск, вот еще наша вот эта вот штука, выход на запуск с сырой, неготовой системой. Ну, смотрите, нужно понимать, что в коробочном решении, да, всегда, в принципе, все документы будут проводиться, отчеты будут формироваться. Адаптация и имплементация – это уже на стороне внедрения, скажем, да, то есть, там, в принципе, насколько это будет комфортно с этим работать, да, насколько это адаптировано под бизнес-процессы компании и какие сложности возникнут – это именно про внедрение. Когда говорят и сырости, и там, сырости, и неготовности системы, это значит, ну, в принципе, два таких момента. Либо типовый функционал мы с вами не разобрали, там, не понимаем его, либо наши уж бизнес-процессы, то есть, как бы, идут далеко от программного продукта, либо такой еще третий момент может быть, вот, в принципе, пользователям неудобно с этим работать. Это может быть серьезным, там, камнем предоткновения, да, то есть, там, пользователи несколько раз нажимают один и тот же документ, в принципе, долго, медленно, не так, то есть, вот, в принципе, это вопрос юзабилити, то есть, вот, что может быть с сырым программным продуктом. Вот, в концепции управления холдингом мы понимаем, что программный продукт рабочий, да, и, в принципе, если типовый функционал основные моменты там закрывают, вот, тут нужно либо больше времени потратить на обучение, так скажем, в принципе, пользователей, вот, либо же пересмотреть, там, бизнес-процессы, да, компании, которые, в принципе, есть, и если что-то не ложится, подумать, как, ну, с этим жить и работать. Так вот, рассматриваем конкретный прикладной кисть, да, то есть, вот, нам поручили провести тендер, да, мы выбираем поставщика, мы выбираем поставщика нашего IT-решения для, да, и он будет внедрять у нас УХУ. Какие шахи, в принципе, происходят вот в проектной методологии при выборе поставщика IT-решения? Значит, ну, первое – это формирование требований, то есть, что вот здесь вот часто куста происходит. У нас есть некое задание, да, провести в компании тендер, и очень часто, очень много тендеров проводится неуспешно по той простой причине, что люди сравнивают несопоставимые вещи, то есть, как бы, и второй такой момент, это сравнивается, про сравнение, в принципе, проходит по цене, то есть, как бы, один вот критерий – это ценовое предложение, да, там количество часов, стоимость часа, то есть, как бы, вот мы ограничиваем себя вот этими моментами. Значит, на этапе формирования требований, да, то есть, там, к внедрению программного продукта на самом деле, что важно сделать, то есть, как бы, детально прописать, какие подсистемы мы внедряем, да, то есть, как бы, полноценно. Вот, допустим, наше управление холдингом, то есть, здесь, в принципе, вот эти вот системы, то есть, как бы, это оценивание в том числе и проектного скопа, да, то есть, там, консолидация по МСФУ, учет по МСФУ, там, корпоративные налоги, да, там, допустим, корпоративные закупки. Вот. Управление рисками, то есть, очень крутая подсистема. Вот эта вот штука как раз, в принципе, должна полноценно подготовиться, то есть, понимая обзор функционал системы, то есть, тут, в принципе, полноценно мы первый шаг с вами проводим, да, то есть, как бы, какие подсистемы будут внедряться, да, то есть, как бы, вот, и отсюда, вот, в принципе, можно спланировать и остальные наши шаги, то есть, как бы, составить бюджет такого проекта, выбрать специалиста в нужной квалификации, если мы хорошо понимаем, то есть, как бы, те подсистемы, которые мы будем, собственно, внедрять на проектном скопе. Вот, в принципе, что здесь, какие риски первого этапа, да, то есть, как бы, ну, вот, ключевые риски, да, то есть, как бы, на всех этапах, да, то есть, как бы, подготовки выбора вендора, это недостаток внимания к проекту со стороны топ-менеджмента компании. Почему этот риск, вот, он так вот высоко, как бы, транслируется, да, с этой стороны. Если топ-менеджмент, да, то есть, как бы, не погружается на данном этапе, на самом первом, да, и на всех вот этих вот наших последующих этапов, да, в процесс выбора вендора, что мы рискуем упустить? Ну, первое, это такая позиция может быть для нас проигрышной со стороны бизнес-стратегии. То есть, как бы, есть у нас понимание у функциональных бизнес-лидеров, да, что мы внедряем там бюджетирование. В этот момент, в принципе, у топ-менеджмента группы есть понимание, что это международная отчетность, и вот оно идет в рассинхронизацию, да. Вторая тема такая, что когда, в принципе, топ-менеджмент в это дело погружен, погружен достаточно плохо, да, есть вероятность того, что вот эти наши функциональные, в принципе, описания под систем, ну, вот, в принципе, локальное руководство до команды внедрения не донесет. Такое, на самом деле, штука проходит там часто густо, то есть, как бы, важных стратегических моментов там команды внедрения упускают, и не происходит там достижения конечных ключевых целей, да. В принципе, если, чем больше там погруженность топ-менеджмента, тем лучше. Что на этом этапе у нас с вами может происходить? У нас, в принципе, может происходить работа в воркшопах, да, то есть, как бы, если цели не сформулированы, да, там, по подсистеме, вот, то, в принципе, вот этот момент можно снивелировать каким образом? Собирается заседание рабочих групп, прорабатываются, в принципе, вот эти вот все моменты, прорабатываются совместно, то есть, как бы, на сквозном показе, да, то есть, как бы, можно брать конфигурацию, показывать возможности подсистемы, и, таким образом, на, уже на, в принципе, там, вот, на рабочих столах, то есть, как бы, в работе в воркшопе формировать как раз вот эти вот, в принципе, цели, да, так, цели и задачи там с максимальной, в принципе, декомпозицией, то есть, ну, применительно к системе, там, допустим, МСФО, да, то есть, внедрение по международным стандартам, какие моменты могут обсуждаться на таких круглых столах, да, то есть, мы можем говорить с вами, то есть, какие подсистемы внедряются по международному учету, допустим, мы автоматизируем аренду, да, там, IFRS 16, да, мы там амортизируем репортинг, да, там, ключевой, вот, мы, в принципе, смотрим, там, допустим, отчетности подсистемы, да, то есть, настраиваем ее, вот, в принципе, такой вот детализированный скоп, да, там, перечень задач проекта, как раз на вот этих вот верхнеуровневой проработке с воркшоп, да, то есть, там, с рабочими столами, в принципе, и рождаться, вот. Недостаточная связь стратегии с требованиями и решениями, значит, ну, смотрите, допустим, что здесь может происходить, допустим, наш топ-менеджмент погружается, погружается много, погружается в наш, в принципе, проект и стратегию, но стратегия может быть далека от локальных бизнес-процессов компании, да, допустим, вот, практически демокейс, что может происходить? Топ-менеджмент считает, что расчет себестоимости должен выполняться максимально дептализированно, и расчет бонусов, да, там, производственного персонала отражается в месяц в месяц. При этом локальная среда, то, что команда внедрения выясняет, да, на таком процессе, далеко от, в принципе, этих стратегий достаточно далека, сильно далека, да, вот. Там документы сдаются не вовремя, опоздание по бонусированию минус месяц идет, то есть, как бы, вот какие-то такие моменты, то есть, там, происходить могут. Поэтому здесь нужно смотреть, да, там, к какой степени обкатанности, да, идет процесс, который у нас происходит в автоматизации, да, то есть, как бы, в принципе, насколько идет разрыв со стратегией, да, то есть, как бы, если документы готовы, да, там, если производственный контур ведется, да, там, страты накапливаются, то, в принципе, там, ну, вот, разрыва бы по стратегии не было. Если бы мы внедрением системы, то есть, как бы, сильно со стратегией там разнимся, то, понятно, нужно будет понимать, да, в том числе и топ-менеджмент, что какое-то время именно на обкатку процессов, да, там происходит, и должно оно быть, и, в принципе, с внедрением программного продукта какие-то вещи закроются, а какие-то вещи не закроются, да, вот. Вот, ну, и, в принципе, третий момент, да, там, из риск-карты, да, там, вот, допустим, притча в языцах – это большая красная кнопка, там, вот, вот, топ-менеджмент хочет, чтобы была большая красная кнопка, которая, вот, что-то она считала. Смотрите, касаемо этой кнопки, у нас, в принципе, во многих, там, конфигурациях последних, да, там, и в управлении хоудингом, там, и в конфигурации, которые, в принципе, вот, англоязычные, да, там, последние линейки, есть мониторы руководителя. Но тут нужно понимать, что вот это все базируется на отчетности подсистемы, отчетность настраиваемая. Для того, чтобы отчетность подсистемы появилась, первичные документы вводятся с выбором всех аналитик, вот, и, в принципе, на вот таких наших, как бы, воркшоп, то это должно прорабатываться, в том числе, какая отчетность должна быть, да, в принципе, из мифа про красную кнопку это превращается в, ну, достаточно в осязаемую вещь, так скажем, да, то есть, как бы, ключевые показатели эффективности, то есть, как бы, дашборд, вот, в принципе, наша красная кнопка выглядит так. Но, вот, в принципе, сила таких встреч в том, что вот воркшоп, да, то есть, как бы, когда их не проводят, да, то есть, вот, и одна, и вторая сторона не выговаривается, да, не говорит друг с другом, и вот эти вот риски накапливаются. Ну, вот, ключевые риски тут мы разобрали, да, то есть, невовлеченность менеджмента, стратегия далека, да, там, в принципе, и нереалистичный подход. Чем можно снивелировать, да, то есть, в принципе, вот эти риски, чем их можно, так скажем, побороть, предупредить. Ну, в принципе, чем прозрачнее наш процесс, да, то есть, тем лучше. То есть, устав проекта детально расписан, да, то есть, как бы, какие подсистемы, в какой последовательности, вот, и с какой мы внедряем, да, в принципе. Если у нас внедряется либо ERP, либо CCPM-система, то мы с вами говорим о подходе, да, то есть, как бы, вот, либо мы внедряем все вместе, да, там, нам тяжело и плохо, либо же у нас есть, там, календарный план график, очередный запуск систем промышленной эксплуатации, мы работаем по каким-то блоковым направлениям. Вот тут вот тоже, в принципе, нужно договариваться, потому что потом руководитель проекта составляет план график, такой вот запуска, да, там и внедрение, и проработки этого всего. Поэтому, в принципе, тут можно одно сказать. Чем наш процесс прозрачнее, да, там, на этапе формализации требований, чем лучше мы на данном этапе посмотрим систему и увидим, то есть, в принципе, тот функционал, который он, ну, позволяет системе предоставить, да, то тем меньше у нас риски. Если мы возвращаемся к этапам коммерческого предложения, то, в принципе, на этапе проведения тендера со стороны компании, тут можно сказать следующее, что у всех участников такого тендера мы должны с вами запросить, да, коммерческие предложения в сопоставимом формате. То есть, вот мы внедряем систему бюджетирования МСФО централизованного казначейства, да, то есть, как бы, первая у нас фаза – это моделирование, там, прототипирование предпроекта, вот. То есть, коммерческие предложения должны быть равные по функциональной направленности, да, и по тем задачам, которые ожидаются. Как только идут какие-то несопоставимые показатели, да, то есть, то мы дальше, в принципе, оценить их достаточно полноценно не можем, да. Вот, в принципе, вот этот этап формализации требований, он про это. В принципе, как проработать, вот, применительно к ухе, да, как проработать стратегические, ну, в принципе, требования, да, в принципе, и как к этому моменту подойти, да, комплексно. Значит, касаемо стратегических требований. У всех хоудингов, в принципе, есть пакет отчетности. Вот, пакет отчетности валидируется аудиторскими группами, да, то есть, в принципе, эти моменты, они есть, да, то есть, как бы утвержденные. Вот здесь вот проговаривая стратегию, с чем можно столкнуться. Есть отчетность, да, которая, в принципе, в системе может быть нереализована, не потому что система что-то не может, да, а потому что есть некая там дисфункция в плане методологии. Ну, допустим, вот мы взяли аналитику, да, там, допустим, по счету учета запасов, да, и поставили ей дополнительные аналитики по подразделению. При этом мы понимаем, что наши склады к подразделениям не привязаны, как вариант, да, то есть, или мы взяли наши счета учета взаиморасчетов, поставили там такую же аналитику, там, допустим, по местам возникновения сетрат, пытаемся выручку сопоставить с внутренними подразделениями. Вот, в учете у нас этой аналитики нету, соответственно, никакой внятной выборки не происходит. Значит, вот здесь вот в плане стратегии, что на данном этапе происходит. На данном этапе анализируется репортинг пакеты компаний, да, то есть, вот, та ключевая отчетность, которая должна быть на выходе получена, то есть, как бы, объем такой отчетности, источники формирования такой отчетности, да, вот, вот, что с ней происходит. И, в принципе, релевантность данных. То есть, как бы, вот, касательно УХИ, УХА поддерживает гибридную форму, вот, в принципе, сбора данных. Очень часто при внедрении наши, там, партнеры, заказчики, они задают вопрос, есть ли у нас гибридный смешанный периметр, да, то есть, как бы, часть данных мы возьмем из системы, часть данных мы, в принципе, там, возьмем из программных продуктов, там, семерки и других, которые используем, часть возьмем из экселя, да, ну, вот, мы не готовы, да, там, к одномоментному переходу на одну линейку. Может ли быть такой момент? Ну, то есть, да, может. То есть, как бы, вот это все прорабатывается на предпроекте. То есть, как бы, сама ключевая отчетность, то есть, как бы, какие для нас источники будут, да, какая модель и каким путем в конечном итоге мы пойдем, да, то есть, там, трансформационным, там, путем гармонизации, возможно, ваша компания, там, придет к тому, что нужно будет все отражать на плане счетов бухгалтерского учета. Либо же мы какие-то параметры путем трансформации, там, загрузим из эксель. Вот, вот эти все моменты, они обсуждаются вот здесь, вот там, на этапе разработки ключевых вводных проектов, на этапе, в принципе, проработки нашей стратегии. Анализ текущего состояния IT-системы, анализ покрытия требований, то есть, как бы, о чем мы должны проговорить вот здесь. Смотрите, если внедряется комплексная большая ERP-система, комплексная большая CPM-система, да, то есть, тут еще один такой важный момент, в принципе, да, выделить его, это нагрузочное тестирование, в принципе, в больших внедрениях оно делается. То есть, анализируются параметры серверов вашей компании, да, используются средства корпоративного информационного пакета, КИП, так называемый, да, и вот эти все сложные запросы, то есть, там, в принципе, они анализируются путем, там, вот специальных инструментариев. Почему это важно при внедрении УХА, да, то есть, как бы, у нас, как правило, те компании, которые внедряют управление холдингом, да, да, там, для повышения бизнес-эффективности, они имеют очень ранние сроки календарного закрытия. То есть, как правило, это компании, там, в принципе, с иностранными инвестициями, закрываются они, там, кто-то до первого числа, кто-то, там, до третьего числа месяца, следующего за отчетным, да, и при всех таких вот моментах, да, если у нас, ну, сервера наши что-то не позволяют, да, это будет критично на вашем раннем закрытии. То есть, как бы, вот, и это будет, на самом деле, большой проблемой со стороны тех внедренцев, то есть, как бы, которые будут, ну, в принципе, там, внедрять вам программный продукт, который автоматизирует репортинг. Что нужно смотреть в этом случае? Нужно смотреть, там, допустим, при внедрении ERP-системы, да, вот, закрываем мы период, сколько процесс закрытия месяц длится по времени, то есть, как бы, посмотреть календарные тайминги, посмотреть нагрузку на оборудование, вывести замеры, да, какие-то, вывести, вот, сложные запросы, в принципе, понимать их природу, да, там, допустим, вот, что происходит и что происходит долго, потому что, ну, в принципе, чтобы полноценно работать с CPM-системой, да, вот, с управлением холдингом, с репортинг-моделью, то, в принципе, наша IT-инфраструктура, наши запросы, там, наше быстродействие должно быть на достаточно хорошем уровне. Мы эти моменты делаем, то есть, в принципе, ну, этот этап в явном виде должен быть вынесен в диагностику, да, то есть, это диагностический этап, да, то есть, как бы, он должен быть выведен в основной предпроект, да, то есть, как бы, что мы диагностируем не только методологическую составляющую, да, там не только ваш, там, ну, вот, функциональные требования смотрим, репортинг-модель смотрим для УХИ, ну, и инфраструктуру смотрим, то есть, как бы, насколько мы подготовлены там по серверной части, да, то есть, как бы, насколько, возможно, нужно будет, ну, в принципе, закупать что-то новое, этого нет в бюджете, и это один из рисков внедрения большой системы, как ERP, так и CPM, значит, что должно быть выходом активности, то есть, в принципе, если мы диагностику привели, нагрузочное тестирование привели, мы понимаем, что вот какие-то там, ну, в принципе, штуки по железу, они не в бюджете, да, то есть, вот это выяснить на этапе диагностики прям вот нам необходимо, поэтому, ну, в принципе, если поставщик, как бы, IT-решения, то есть, говорит только про внедрение, не смотрит в серверную часть, значит, вот, в принципе, он не думает, как будет сопровождать ваш процесс закрытия периода, да, то есть, там тоже надо обратить на это внимание. Возможно, кроме проработки отраслевых вот методологий, да, по направлениям, вот эту штуку явно заявить в тендерном предложении, да, то есть, как бы, посмотреть действующую IT-инфраструктуру, оценить сложные запросы, выполнить нагрузочное тестирование, да, там, выполнить замеры быстродействия, то есть, с нашими железными запросами хорошо разобраться, то есть, как бы, закончить эту фазу. Так, значит, если мы с вами хорошо проработали проектный скоп, то есть, как бы, нашу, это называется по-разному, то есть, проектный скоп, ВБС, ИСР, то есть, иерархическая структура работ, то есть, что мы внедряем, собственно, какие системы мы, какие подсистемы, да, там, управление холдингом мы запускаем, в принципе, на этой этапе, если у нас хорошо, то есть, там, бизнес-стратегии и требования проработаны, мы на этом моменте уже готовы к формированию запроса, да, на коммерческое предложение. Мы описываем, в принципе, вот подсистему, сейчас попытаемся разобраться во всем этом, вот, учет по МСФО, да, то есть, как бы, и тут мы уже можем, можем, в принципе, конкретно говорить о том, да, что нам нужно с ней делать, да, то есть, как бы, у нас есть, там, блоки, вот, внеоборотные активы, финансовые инструменты, там, резервы и дебюторская задолженность, да, там, там, операции раннего закрытия, ЭКУЭЛ, да, там, допустим, операции по методу начисления, вот, в принципе, на таком уровне, когда у нас уже воркшоп прошли, да, там, требования и стратегию мы ее определили и сформировали, да, то есть, как бы, мы же можем делать некую декомпозицию, именно там, вот, детализированную иерархическую структуру пакетов работ, да, то есть, как бы, что именно мы будем внедрять там уже применительно к системе. Вот, беда совсем происходит, если, допустим, мы на этом этапе, да, то есть, когда делаем запрос на коммерческое предложение и не понимаем, да, то есть, там, какие объекты из этого всего мы будем внедрять, да, то есть, там, в принципе, нужно ли нам централизованная, там, нормативно-справочная информация или не нужно, да, то есть, там, вот, в принципе, вот это совсем будет у нас беда. Какие риски на данном этапе? То есть, ну, не все ключевые условия изложены, учтены, то есть, как бы, мы с вами понимаем, что за этим последует. Соответственно, получая такой, ну, не совсем детализированный запрос в нашу коммерческую службу, да, там, мои коллеги, соответственно, не смогут там подобрать даже на какой-то предпоказ специалиста с нужными компетенциями, да, и какой-то функционал останется неохваченным, да, то есть, там, в принципе, и если скоп максимально детализирован, то тут вы получите, ну, скорее всего, только тех партнеров, кто с ДИП, ну, вот, провайдеров эти решения, кто с этим хорошо работал, да, то есть, там, кто, в принципе, детально и хорошо работал, потому что тут уже звучит в явном виде, там, профильная терминология, да, то есть, там, мы просим коллег, там, либо провести нагрузочное тестирование, либо, там, посчитать икрую, вот тут уже, как бы, останутся те, кто не испугается слова, там, икрую, да, округление, там, репортинг, там, какой-то, вот, профильная терминология, поэтому здесь чем детальнее ваш скоп, да, то есть, подберутся и останутся только те компании, которые с этим уже фактически долго и хорошо работают. Получив коммерческие предложения, тут внутри себя нужно понять, по каким критериям мы их ранжируем, да, то есть, там, в принципе, как мы определяем, как мы, как мы, вот, на что мы фокусируемся, да, какая здесь самая частая такая вот распространенная ошибка у всех, да, то есть, как бы, которая потом приводит к большой проектной боли, да, мы берем коммерческие предложения, да, там, говорим, о, это дешевле, то есть, как бы, и вот это, это дешевле, оно на самом деле, как бы, ну, деньги считают все, то есть, это понятно, да, то есть, как бы, тут мы, ну, не спорим, ничего говорить не можем, то есть, как бы, цена один из определяющих факторов, да, но это приводит к тому, что, в принципе, нужно смотреть, однозначно смотреть туда, потому что внедрение программного продукта, да, там, и ERP-систем, и CPM-систем, это наш базис, да, и это всерьез и надолго, да, то есть, там, в принципе, нам с этим жить, поэтому, как бы, мы бы при рассматривании коммерческих предложений, на что бы, там, рекомендовали делать фокус. Первое, это стратегия развития программного продукта, да, допустим, управление холдингом, фагментские продукты, линейки, там, в принципе, компания 1С, и он специализируется на репортинге, да, то есть, там, вот, забрали все лучшее от консолидации, да, там, допустим, мы настраиваем международную отчетность, и мы не привязаны к форматам. У нас есть широкие источники забора данных, да, вот. И, в принципе, этот подход будет развиваться и дальше, да, то есть, мы готовы работать с Excel, мы готовы работать с данными внутри системы, мы готовы работать с любыми моделями, да, там, и трансформационными, там, в принципе, и транзакционными, да, то есть, как бы, вот, этого говорит о том, что программный продукт развивается, да, эта линейка имеет развитие, рост, динамику, вот, в принципе, достаточно часто обновляются, то есть, вот, ошибки релизов устраняются, и, в принципе, как такой вот вектор оценки вполне себе может быть. Дальше, вот, что хочется еще, как бы, проговорить, профессиональный опыт внедрения. Одно, вот, в принципе, что есть у нас, у нас есть специализированный опыт, то есть, мы с этой конфигурацией работали, как в методологическом плане, то есть, как бы, можем посмотреть именно вашу репортинг-модель, там, там, полноту и корректность ее настройку, да, так скажем, ее адаптацию, вот. А мы с этой линейкой программных продуктов работали. У нас есть опыт, там, и по централизованному НСИ, там, по бюджетированию, по настройке риск-карты, да, то есть, там, вот, резерв, там, в принципе, если задается вопрос какой-то узкий, да, из узкой подсистемы, вот, в принципе, мы можем на него ответить. Следующая оценка, да, то есть, как бы, куда еще фокус, там, кроме, ну, вот, стоимости самого внедрения нужно смотреть, насколько система, насколько подсистема развивается, да, там, скажем, по именно вашему направлению, которое для вас приоритетное внедрение, да, там, допустим, насколько управление холдинга, там, развивается в финансах, да, то есть, как бы, насколько мы наследуем best practice, да, то есть, вот, вот в этой плоскости. Что здесь можно сказать? Управление холдингом, в принципе, вот те стандартные модели, которые заложены в конфигурации, там, подход к определению, там, резервы обесценения, ТМЦ, Круэлл, это, в принципе, прорабатывалось большой четвертой эти модели, да, и они достаточно жизнеспособны, то есть, там, вот, эта компания Ernst & Young, то есть, в принципе, обкатку методологии со стороны аудита уха получила, да, то есть, вот. Поэтому, если смотреть по фокусу, да, то цена, конечно, важный такой критерий, да, там, при внедрении, но смотрите, пожалуйста, на стратегию развития программного продукта, на опытность вендора, да, который будет проводить его, да, то есть, там, внедрение ваше, и на развитие программного продукта в фокусной отраслевой сфере, там, которая для вас приоритетна, то есть, как бы, что нового, там, доработалось в закупках, да, там, за последний период, что в продажах, да, там, что, в принципе, в финансах, то есть, как бы, вот такую модель сделайте себе, пожалуйста, потому что, в принципе, достаточно интересно будет сравнивать это по разным категориям. Значит, касаемо профессионального опыта, тут нужно понимать, что это опыт фокусный, то есть, как бы, специалист работает в одной сфере, накапливает опыт, в принципе, и это долго, да, то есть, там, в принципе, вот, достаточно долго, очень долго, вот, и для того, чтобы полноценно работать, там, в финансах, да, там, в настройке бюджетного процесса, да, то есть, там, вот, в каких-то вот таких вот моделях, то, в принципе, здесь нужно понимать, то есть, какие есть, какие завершенные программные, ну, вот, внедрение этих программного продукта было, да, и что можно показывать на выходе, вот, поэтому, вот, в принципе, если вы составите модель оценки коммерческих предложений, да, себе, то тут мы понимаем, что цена не может быть единственным критерием, так скажем. Третье, вот, именно перешли, мы плавно перешли с вами к оценке коммерческих предложений и определении короткого списка. Если мы с вами поняли, на самом деле, да, по каким критериям мы оцениваем, да, данный, там, и программный продукт, его развитие в рынке, да, там, и компетенции команды, которые будут внедрять, да, в принципе, этот программный продукт, вот здесь вот уже можно более детально, там, взвешенно проанализировать шотлист, так скажем, да, то есть, вот, в коротком списке остались только те компании, которые уже хорошо работают, там, скажем, ну, утрированы, там, с окрою, с настройкой моделей бюджетирования, с настройкой моделей репортинга, вот, если качественно проанализированы вот эти вот наши три шага, да, то есть, как бы от бизнес-требований до, так скажем, в принципе, наши того, что мы хотим видеть, да, то есть, там, и модель оценки там поставщиков составлена, то, в принципе, с оценкой шотлиста короткого нашего списка мы достаточно с вами комфортно выберем, уже из длинного списка, то есть, там, посмотрим, как проект в рынке развивается, сколько успешных внедрений, да, там, вот, в каких отраслях эти успешные внедрения были, какого профиля нам специалисты нужны, как долго они вместе работают, как долго они там в компании работают, уже, в принципе, из такого длинного списка можно что-то выбрать, да, ну, вот, в принципе, могу сказать с нашей стороны, да, что те специалисты, которые работают с управлением холдингом, имеют завершенные проекты, вот, они имеют достаточно долго работают, да, там, фокусируются на определенной теме и, в принципе, могут показать, ну, какой-то, в принципе, там, best practice отрасли прошлых внедрений, там, и есть собственного опыта, да, так скажем. Когда мы, в принципе, из шот-листа, да, из нашего короткого списочка уже остановились на каком-то, ну, вот, более-менее, там, перечне, да, наших потенциальных провайдеров, у этих компаний можно запросить демокейс, да, что такое демокейс и, в принципе, зачем он нам поможет. Ну, на самом деле, демокейс очень показательный, да, там, вот, сценарий такой тестирования, как идут наши процессы, да, то есть, там, в принципе, допустим, процесс централизованного казначейства, когда консультант начинает моделировать, вот, здесь сразу будут видны, ну, как бы, и функциональные, там, дырки такие, да, и процессные, да, там, такие неоптимальности, вот, мы составляем наш бизнес-кейс, да, мы уже четко понимаем, во-первых, кто это в системе делает, да, а во-вторых, с какими объектами он работает, вот, ну, на простом примере у нас идет заявка, заявка на расходование денежных средств, она идет по матрице согласования и утверждения, и ваши потенциальные коллеги говорят, что может настроить интеграцию с 1С документа аппарата. На этом этапе, да, вот, очень ярко можно проиллюстрировать нехватку функционала, да, там, со стороны компании-заявителя, так скажем, да, то есть, там нет у нас матрицы согласования, не используем мы заявки, у нас только там фактический расход денежных средств, то есть, вот, и платежным календарем в части именно там календарного планирования, но, наверное, мы не готовы его использовать. Вот такое сценарное тестирование, да, то есть, там, такой демо-кейс, он очень полезен, вы понимаете, во-первых, базовые возможности программного продукта, да, там, по подсистемам, консультанты понимают нехватку, да, то есть, как бы, функционалу, вот, вы говорите, все хорошо, есть платежный календарь, но он там должен выгружаться, скажем, в PDF, да, консультант говорит, нет, не умеет. Вот это вот, в принципе, такой вот, как бы, образец функционального разрыва, да, и на демо-сценарии, да, на демо-сценарии его можно поймать, вот. Вот, поэтому демо-кейс составляется, демо-сценарий составляется, чтобы закрыть несколько целей, то есть, первое, показать возможности системы и поймать функциональный разрыв, да, то есть, что система не умеет. Вторая основная цель – это поймать неоптимально организованный процесс со стороны заказчика, да, то есть, как бы, вот, нет у нас заявочной кампании, нет у нас процесса согласования, да, нет у нас матрицы ролевой, которая накладывает такое согласование, то есть, как минимум, нужно эти регламентные документы, да, там, регламенты подготовить, взять на себя и подготовить, да, потому что большой функционал, как бы, по планированию денежных потоков, он выпадает. Вот. Вот. Вот это как раз назначение демо-кейса, да, там, демо-сценарий. С какой он должен быть, в принципе, детализацией, да, с какой должен быть, вот он, последовательность этих операций, это мы готовим, это мы понимаем, то есть, там, в принципе, форматы таких демо-сценариев, то есть, если прям вот у наших коллег, там, у наших, там, потенциальных партнеров, вот они его не могут составить, то мы в таких моментах помогаем, в таких аспектах, да, там, составить план тестирования, составить демо-сценарий, то есть, как бы, с этим вопросом не будет, мы его поможем составить. Вот, в принципе, наши последние этапы, да, там, которые могут завершать наш тендер, это референс-визиты, да, то есть, там, в принципе, и согласование контракта. Ну, референс-визиты, это такой вот визит, когда мы можем поехать с вами в компанию, да, в которой данный программный продукт уже внедрен, да, и посмотреть, как это работает, почему это полезно. Ну, вот, бенч-паркинг, он полезен всегда, то есть, это новый опыт, мы смотрим, то есть, как бы, как программный продукт, там, тоже управление хоудингом, там, локализовали, адаптировали, какие подсистемы используются, были практические демо-кейсы, то есть, как бы, как их решили. Почему, в принципе, референс-визиты, ну, вот, не практикуются, да, и очень сложно, так сказать, в принципе, их ввести. Ну, во-первых, вот, вся работа в ERP, CPM-системах, она достаточно, ну, закрыта в том плане, что представляет собой коммерческую, в принципе, тайну, да, там, и многие коммерческие моменты компании не хотят показывать, да, то есть, в принципе. Если есть возможность проведения полноценного референса, да, то есть, как бы, вот, мы вам покажем, однозначно соглашайтесь, да, то есть, как бы, это очень крутой опыт, вот, можно посмотреть много интересного, в том числе, можно посмотреть много интересного принимающей стороны, да, когда на профильный референс-визит приезжает компания, да, они всегда, как правило, приезжают со своими кейсами, со своим опытом, вот, и, в принципе, вот эти вещи, они себя хорошо зарекомендуют, вот, если нам SEO дает добро на проведении референса, да, там, вот, и принять у себя еще кого-то, да, то есть, как бы, вот, вот это обсуждение, оно, на самом деле, хорошо играет, там, в прирост по компетенциям, в прирост по знаниям, потому что всегда специалисты, то есть, особенно, если команда кроссфункциональная, да, там, приезжают, допустим, и казначеи, да, там, и специалисты по международному учету, да, там, и IT-специалисты, вот эти референсы, они очень полезны, то есть, если, в принципе, SEO-владельцы бизнеса дают добро на проведение таких мероприятий, то есть, наша рекомендация будет однозначно участвовать, да, вот, значит, что здесь может произойти, да, там, на этапе референсов, значит, мы можем заявить в демо-пример, да, то есть, как бы, вот такую нашу модель, и она слишком сложная, да, то есть, как бы, нужно себе хорошо понимать, что это все-таки предпроект, да, на предпроекте, ну, это, там, допустим, месяц, да, да, там, допустим, две недели, наши коллеги, там, из внедрения могут не уложиться, да, и со сложной моделью ее не проработать, то есть, как бы, тоже нужно себе понимать, что все вот эти вот подготовительные, да, этапы, модель должна быть, в принципе, достаточно небольшая, чтобы, с одной стороны, ответить, да, там, на возникающие вопросы, а с другой стороны, в принципе, достаточно наглядная, да, то есть, как бы, вот, поэтому, ну, больших таких вот моделей, да, там, на первые этапы предпроектного обследования, ну, старайтесь, наверное, не выносить, потому что, в принципе, будет неэффективно, да. Значит, смотрите, что тут еще можно сказать, вот, все референсы, да, то есть, как бы, они как раз и оголяют те вопросы, которые, в принципе, практического характера можно задать, вот, сколько держится закрытие, да, там, сколько происходит закрытие периода, почему важно именно при внедрении ухи, потому что, ну, вот, управление холдингом, да, оно стоит уже там в конечной нашей точке процесса, да, то есть, как бы, период должен закрыться, да, то есть, там, в принципе, внутригрупповые обороты должны быть урегулированы, да, там, в принципе, сверка внутригрупповых оборотов портал сверки должен быть закрыт, проведен, да, то есть, отбалансирован. Вот именно на этапах демо-кейсов, да, и референс-визитов можно узнать практический опыт, потому что, ну, вот, работая в конкретной компании, да, ну, многие вещи, там, кажутся недостижимыми, то есть, там, как мы будем закрываться до пятого числа, если мы, там, до пятнадцатого закрыться не можем, вот, и когда люди приезжают, ну, вот, специалисты приезжают на такие референсы, да, и видят, что это реально работает, причем круто, если это референс профильный по отрасли, да, это реально работает в конкретной отрасли, вот тут вот немножко горизонты расширяются, да, то есть, там, закрываться до третьего числа можно, ну, вот такой вот у нас технологический дедлайн, да, там, вот такие вот у нас тайминги, да, там, раннего закрытия, вот, мы проводим первичку, но мы ее проводим, там, по начислению, вот у нас, там, наши первичные документы, отражающие операции по методу начисления, то есть, таким образом, референс-визиты, они служат еще одной, в принципе, таким моментом, они практическую сторону внедрения расширяют, да, то, что казалось невозможным из практики локальной компании, то, в принципе, расширяются горизонты очень серьезно, когда видишь локальную практику отрасли. Однозначно соглашайтесь. Смотрите, то есть, есть ли смысл, да, то есть, как бы, если все хорошо, вам партнер подходит, да, то есть, как там, по компетенциям, по, в принципе, внедрению профильных программных продуктов, и вот он вас на такой референс-визит не зовет, да, то есть, там, в принципе, что с этим можно делать? Ну, смотрите, все-таки нужно понимать себе, что эта информация закрытая коммерческая, тогда мы идем уже в конкретную подсистему, смотрим демосценарии локальной подсистемы, да, там, в принципе, фокусируемся на программном продукте, смотрим отчеты здесь, понимаем, что, в принципе, нужно без вот этих вот моментов, ну, принимать какое-то решение. Какой полный цикл должен пройти, да, то есть, как бы, как вот график, да, там, вот момента приема решения, да, там, менеджментом, что мы внедряем, да, там, ERP-систему или CPM-систему, что должно происходить, да, то есть, там, как бы, как наше дерево принятия решений, да, там, в принципе, должно выглядеть, вот, мы готовим и планируем проект, да, то есть, там, планируем его в проекте, то есть, вот, на данной вехе, да, то есть, должно быть анализ ключевых требований, мы это проговорили с вами на первом шаге. Дальше мы запрашиваем коммерческие предложения уже с сформулированными целями и задачами, да, короткий список поставщиков, в принципе, мы выбираем уже по нескольким критериям. В идеале, если это есть модель выбора, да, то есть, как бы, вот, развитие программного продукта, да, то есть, там, наличие специалистов, наличие выделенной команды, сколько такая команда будет работать именно у вас, да, то есть, там, в принципе, может быть, специалист там и хорошим, и компетентным, он может быть перезагружен, то есть, там, в принципе, на этот момент тоже обращайте внимание, да, если с вами специалисты участвуют в демотестировании, в протетипировании рабочих вот этих вот моментов, да, то, в принципе, смотрите, чтобы эти же, да, специалисты, ну, то есть, там, участвовали и в вашем внедрении, это важно на самом деле. Если у вас произойдет так, что на предпоказах, да, то есть, там, одни специалисты при внедрении, другие, добивайтесь максимальной формализации, то есть, вот, чем четче, чем более явно, там, выписан скоп, выписаны сценарии, тем лучше, то есть, как бы, это обеспечивает преемственность процессов между командами, то есть, как бы, если мы не можем, там, по каким-то объективным причинам привязаться, там, конкретным персоналием, то вот такой вот как раз риск лечится, там, нивелируется тем, что у нас достаточно демо-сценарии прописаны, да, там, формализованы. По поводу вот этих вот референсов, визитов проговорили, есть возможность однозначно, там, едем, смотрим, да, и понимаем, что расширится не только, как бы, наше понимание самого программного продукта, ну, и наше понимание зрелости, да, там, бизнес-процесса внутри компании, да, то есть, там, вот, хорошо, когда села на такие референсии, визиты есть, да, то есть, там, ему, допустим, долго говорят, что нельзя там закрываться, то 3-го числа, вот, в принципе, закрываемся до 20-го, тут поехали, увидели, что, в принципе, там, при определенной подготовке, там, закрытие ранее выполняется, да, вот, и, в принципе, последний, последний, вот, такой вот, вехай, да, там, точкой отчета, это подписание контракта, выбора нашего целевого поставщика, что должно быть на этом этапе, ну, там, кроме, там, самого контракта, то есть, это будет следующая фаза, следующая фаза у вас будет, там, ну, став проекта, да, там, у вас будет, кроме договора проектный, вот, ну, вот, как вот здесь мы сейчас дерево разобрали, да, будет проектный план график, да, потому что система достаточно сложная, вот, она, скорее всего, там, модульно будет запускаться, если мы говорим о бухе, то есть, в принципе, пройдя вот этот вот долгий путь, да, мы выйдем уже к какому-то, ну, в принципе, подходим плавно к уставу к плану графика проекта, на каких этапах можем помогать мы, да, то есть, там, со своей стороны, мы однозначно можем помочь в демо-сценариях, да, то есть, там, в принципе, очертить подсистемы, которые будут внедряться, да, то есть, там, вот, полный их перечень, описать их функционал, да, которые, в принципе, в этих подсистемах есть, да, вот, показать, в принципе, такие вот ветки бизнес-процессов, да, чтобы это было эффективно прописывать, вот, и, в принципе, составить такой демо-сценарий, да, то есть, там, опять же, с оглядкой на бизнес-процессы компании, то есть, как бы, вот, в данных моментах, да, мы можем это делать, то есть, там, в принципе, чтобы это было эффективно, скажем. Что мы еще можем делать? Мы можем выступать модераторами в рабочих столах, да, Если вы находитесь на ветке вот здесь, только формализуется проектный скул, перечень бизнес-требований, наши специалисты могут эффективно поработать в рабочих группах вашей компании, высушать бизнес-требования, сказать, нужно ли это делать. Какие, в принципе, там, что оправдано, что не оправдано, то есть где ожидания от системы завышены. Вот, в принципе, на вот этих этапах мы можем быть полезны. Мы будем, в принципе, рады видеть вас, наши коллеги, на профильных вебинарах по управлению холдингом. Вот, ну, если какая-то помощь при подготовке нужна, обращайтесь, пожалуйста. Если вопросов нет, будем заканчивать, да, то есть, в принципе, презентацию всем вышлим. Вот, так, сейчас какой-то вопрос появился. Да. Так, написано, есть вопрос, какой? Так, у Владимира есть вопрос, да, сейчас послушаем. Всем добрый день, да, могу голосом? Да, да, конечно, конечно. Да, Виктория, смотрите, такой вопрос. Существует ли и на каком этапе такое понятие, как аудит или защита, ну, коммерческого предложения? То есть, в момент определения заказчик говорит, ребят, мы вот определились, условно, на трех вендорах и хотим, чтобы каждый из вас, ну, в индивидуальном, естественном порядке, произвел защиту своих трудочасов и своей стоимости. Вот, как это происходит именно в вашем опыте? Спасибо за вопрос. Значит, смотрите, что происходит. Защита коммерческого предложения, да, должна быть однозначно, то есть, вот, потому что, в принципе, ну, как бы, ну, если все вместе собираются, да, участники тендера, ну, это, наверное, ну, может быть не гигиенично, раз, да, то есть, как бы, все-таки, наверное, нужно проводить индивидуальную защиту, вот, по сопоставимым критериям, да, то есть, как бы, этап такой однозначно должен быть, да, то есть, вендор приходит и защищает, в принципе, коммерческое предложение. Значит, как он это делает? Этап моделирования занимает, там, допустим, у меня, там, ну, вот, месяц работы, да, вот, по таким-то бизнес-процессам. Вот здесь вот, либо опыт отрасли, да, там, либо опыт, там, прошлых проектов, либо опыт конкретного специалиста. Вот тут он у всех разный, да, то есть, как бы, у меня был аналогичный проект, да, там, я на него ориентируюсь, у меня, там, скорость моделирования, там, допустим, высокая, и я оцениваю это, там, 30 календарных дней. Есть мой коллега, значит, у него два похожих проекта, да, там, у другого вендора скорости еще выше, он это оценивает, там, в 15 дней, но у него, там, наценка выше. Обязательно процесс защиты коммерческого предложения должен быть, да, вот, но тут, понимаете, наша с вами задача на стороне компании, да, добиться, чтобы это было все максимально сопоставимо, да, то есть, как бы, степень подготовленности к консультанту, внедряемые под системы, да, то есть, как бы, вот эти вот моменты, все они должны быть сопоставимы, да, то есть, возможно, если, допустим, делается коммерческое предложение, и мы не учитываем, там, доработки возможной под системы, да, там, допустим, мы внедряем с вами УХУ, в ней есть функционал по ФРС-16 по аренде, и мы базируемся на типовом функционале, да, а там наш, допустим, другой вендор говорит, мы разработаем данную под систему с нуля, поэтому количество часов другое. Поэтому, смотрите, сейчас отрасль однозначно усиливается, да, то есть, как бы, я вот смотрю, если вы спросили лично мой опыт, ну, в принципе, радует то, что со стороны заказчика очень много работающих внедренцев, с ними можно говорить на одном языке. Вот сейчас тот проект, который я веду, да, там, там, вот, РП с той стороны, она, она практикующая PM, и она, в принципе, знает систему, да, вот, вот, поэтому здесь при защите отрасли растет однозначно, при защите коммерческих предложений, да, добивайтесь сопоставимости, да, то есть, там, в принципе, что оценивали коллеги, да, с какой, в принципе, компетентно, какие, каковы, по компетенциям вот эти специалисты, сколько за ними практического опыта, ну, тот опыт отрасли плюс опыт конкретной подсистемы, да, в принципе, и на чем базировалась их оценка, да, ну, вот, наверное, так. То есть, если я вас правильно понял, у вас сейчас преимущественно такие проекты, в которых команда со стороны заказчика, она достаточно квалифицирована и подготовлена, а что делать, если заказчик, ну, давайте будем говорить откровенно, даже не понимает, зачем ему руководитель проекта со стороны заказчика, то есть, он говорит, ну, у меня же будет руководитель проекта со стороны исполнителя, зачем мне свой, вот, как в этом случае делать? Смотрите, поняла вопрос, вопрос очень хороший, да, то есть, там, на самом деле, да, ну, тут будет очень перетягивание каната, да, если РП со стороны, ну, вот, допустим, да, там, компании-вендора ИОН-1, он будет решать все на свое усмотрение, да, то есть, он будет слушать свою команду, свою команду, да, ну, вот, это же его семья, это его команда, он будет слушать свою команду, выставлять приоритеты, вот, слушать свою сторону, вот, они пришли, говорят, это функционал не работает, не работает, сейчас мы вам покажем. РП со стороны исполнителя, он решает очень многие задачи на самом деле, то есть это человек, если это компания крупная, холдинг, то есть его вес в компании достаточно высок, он входит в директорат, он входит со стороны производства, то есть он на одной волне и на одной линейке со своими коллегами, если в принципе что-то не дали внедренцам, то будучи на стороне компаний, это легче решить, легче решить такие вопросы, то есть когда люди говорят на разных языках, каждый на своем русском, они говорят об одном и том же, но на самом деле большая беда, когда сыпется очень много профессиональной терминологии, профильной, то есть команда внедрения ее не понимает, но вот тогда, если мы понимаем, что на стороне заказчика есть человек, который понимает свои бизнес-процессы, то есть как бы раз, и он понимает в принципе бизнес-процессы своей компании, своего предприятия, он у нас с вами отбалансирует все сложные спорные вопросы, то есть как бы он пойдет к профильному руководителю департамента решит, то есть как бы все, то есть с коммуникацией, с тем, что что-то не предоставили внедренцам, то, что предоставили, но мы это не понимаем, то есть как бы вот эти все вопросы РП на стороне заказчика он решает, то есть как бы он коммуникатор, он подстройщик, то есть как бы он анализирует проектный график, да, где там дырки, и ему ситуацию внутри легче там в принципе любую спорную отбалансировать, да, и он в том числе защищает интересы как бы своей компании, своего предприятия, в том плане, что сдали функционал, приняли не те люди, да, есть масса вопросов, то есть там в принципе как с этим поступать, да, вот, поэтому вот эти вот моменты, ну, то есть как бы когда идет РП со стороны исполнителя и РП со стороны заказчика, и они разговаривают на одной волне, ну, как бы успешность внедрений, оно в разы повышается, да, то есть так скажем у нас, вот, потому что если вот компанию, особенно большой к холдинг, да, там бросить один на один с внедренцами, мы понимаем, что это чужеродная среда, да, то есть как бы вот приходит команда внедрения, есть специалисты разных компетенций, да, вот, но они входят в чужеродную среду, они не знают бизнес-процесса, вот хорошо, что какие-то там моменты там мы определимся, да, там на моделировании, а дальше вот это вот масса всего, то есть как бы с чем сталкиваться, поэтому, ну, как бы роль РП в большом проекте на стороне заказчика, она вот, в принципе, наверное, такая, так же высока, как и со стороны исполнителя, да, то есть вот, потому что, ну, как бы если есть департаменты в большой компании, то нередко каждый из них преследует там свою цель, да, кто-то не хочет переходить на новую систему, у него в старой все хорошо, да, там, допустим, кто-то боится переходить, кому-то она не нравится, потому что не проработали скоб, там, не сделали, допустим, какой-то высокофокусный функционал, там, ну, вот автоматизированные рабочие места, они видят риски, вот РП на стороне компании, он с этими моментами, ну, он разберется скорее, понимаете, у него веса больше, он может, в принципе, провести там беседы со своими коллегами, да, он может скорее выстроить кросс-функциональную группу, да, там, понять, потому что, ну, как бы не все вопросы не решаются по злому умыслу, да, там, что-то от недопроработки, да, то есть там есть, ну, вот сейчас, в принципе, отрасли растут, да, там, нас это очень радует, РП со стороны заказчика очень достойное, поэтому, если есть момент, ну, вот обсудить СЕО и решить, что с той стороны должен быть профессиональный координатор, да, там, ну, в идеале с PMP, с весом на предприятии, с пониманием процесса, ну, делайте это, пожалуйста. И прям последнее уточнение, был ли у вас опыт, когда в момент защиты своего предложения вы вот эту тематику, допустим, отсутствие РП со стороны исполнителя используете в том числе как аргумент, потому что для вас, для исполнителя, это потенциальный риск, ну, сложности проекта, и вы прям в открытую, по сути, заказчику говорите, ребят, у вас нет руководителя проекта, для нас это риск, поэтому мы эти риски уже в стоимость закладываем, то есть мы можем вам предложить альтернативное предложение коммерческое, но с учетом того, что вы себе в штат нанимаете нормального, там, опытного, профессионального РП, и тогда мы сможем эти риски нанимелировать. Был ли такой опыт переговоров или нет? Вы знаете, ну, мы, ну, как бы вот лично я и команда, да, мы всегда говорим честно, да, то есть там, если РП со стороны компании не будет, да, то есть там, в принципе, что произойдет? У меня есть некий функционал, я его сдаю, да, то есть как бы говорят, мне, не, не так, то есть, ну, вот тут не так, просто не так, не знаем, как, но не так, да, то есть там, вот это будет явный риск, да, то есть там, ну, многие там РП со мной согласятся в этом направлении, если, или, допустим, ну, техническое задание, там отправили документацию на вычетку, да, вот просто прождали, там, ну, это очень частый там негативный практически кейс многих внедрений, да, то есть там что-то сделали, ждем ответа, принимающая сторона, в принципе, не говорит ни да, ни нет, сроки поджимают, потом, в принципе, ситуация решилась, но за один день не нужно делать большие доработки, вот, понимаете, это проектный риск, говорим ли мы это честно, да, мы говорим, то есть, как бы, команда, среда должны быть готовы, вовлеченность, в уставах этот момент прописан, да, что РП должен быть, вот, в уставах прописана вовлеченность, еще что, вот, нередко, ну, как бы, прописывают, там, и, в принципе, и ПМБУК это предлагает делать, степень вовлеченности как РП, так и ключевых специалистов, да, то есть, как бы, ну, у руководителя проекта с той стороны у него такая же команда, да, то есть, там, его коллеги, они работают, и они тоже там, в принципе, с достаточной вовлеченностью, он же там, ну, не сам у нас работает, да, там есть другая беда, что РП есть, то есть, как бы, работает на 120%, опереться некого, не на кого, то есть, мы еще, как бы, в уставах проектов мы прописываем степень вовлеченности наших ключевых стейкхолдеров, да, то есть, как бы, вот такое вот проектное решение, да, то есть, там, не менее 60%, там, не менее 80% по некоторым направлениям, что люди выделяют время, и в проект внедрение идут. Закладывается ли это в стоимость? Наверное, нет, не закладывается, потому что, ну, это стоимостным параметрам ты это не обыграешь, да, то есть, как бы, вот, это неправильно, это не очень честно, вот, тут надо договариваться, говорить, ребята, то есть, как бы, какие-то стоимостные риски там, ну, как бы, это неправильно, ну, закладывать, закладывать, но это у вас не взлетит, да, то есть, если у вас РП не будет, то есть, это мы столкнемся с проблематикой на приемке, да, и если у вас не будет вовлеченности ключевых специалистов в проект, да, там, с таким-то, вот, в принципе, ну, процентом. Понимаете, как компания может, ну, как бы, быть не готова доплачивать, да, там, за участие специалистов в проектной деятельности, то есть, нужно смотреть уже их конкретную ситуацию, да, то есть, как бы, вот, может быть, РП все хорошо, не будет вовлеченности еще вот эти вот моменты, то есть, риски, ну, вот так вот, чтобы именно в стоимость закладывали, ну, наверное, наверное, это нечестно будет. Спасибо. Ну, да, открыто, да, говорим, и о вовлеченности, более того, в проектной документации прописано, то есть, что пишем, что, в принципе, РП с нашей стороны не меняется по ходу проекта, ну, это плохо, да, там, когда руководство бегает, вот это прописывается. Отдельно прописываем, в принципе, консультанты, можем вот закрепление ведущих консультантов, да, делать там за проектом, вот. И с той стороны тоже просим, там, во включение функциональных специалистов не менее 60% рабочего времени. Так, коллеги, надеюсь, ответила. В принципе, что-то еще у нас в чате есть, да? Так, ну, если вопросов нет, презентацию вышлем, то ждем на профильных показах УХИ. Если нужна помощь нашего проектного офиса, там, где мы кейсах, тоже говорите, там, с удовольствием для вас подготовим. Спасибо большое за внимание, за вопросы. Всем хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.